В Свято-Троицком Серафима-Дивеевском женском монастыре прошли торжества в честь 121-й годовщины со дня обретения честных мощей и прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых. Кульминацией Дивеевских торжеств стала праздничная божественная литургия и возглавил викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси митрополит Каширский феогност. На нашем канале шла прямая трансляция архиерейского богослужения. Рассказывает Эльвира Гордеева. Село Дивеево Нижегородской области почитается как четвертый после Иверии, Афона и Киево-Печерской лавры земной удел Пресвятой Богородицы. Здесь в мощах почивает великий угодник Божий преподобный Серафим Саровский, духовный попечитель Дивеевской обители. 1 августа, в день обретения мощей батюшки Серафима, викарий святейшего патриарха митрополит Каширский феогност, возглавил божественную литургию под открытым небом на площади перед Преображенским собором монастыря у раки с мощами преподобного. По сложившейся традиции, перед началом богослужения святыню переносят из Троицкого собора обители. За литургией в обители преподобного Серафима владыке Феогносту сослужили собор архипастерей и пастерей, игумении ряда монастырей, сестры обители. Молитвы всероссийскому батюшке возносили многочисленные паломники. По завершению службы митрополит Феогност огласил приветствие святейшего патриарха Кирилла. Уже более века не оскудевает поток верующих к раки честных мощей преподобного Серафима, который учил людей христианской жизни не столько наставлениями, сколько добротой, душевной теплотой и не оскудевающей пасхальной радостью. Всенародное почитание этого святого убедительно свидетельствует о том, что он и до ныне является скорым целителем болящих, наставником заблудших и утешителем скорбящих. Милосердный Господь по молитвам святого преподобного Серафима Саровского да исполнит вас всякой радостью и мира в вере. Не спосылая крепкое здравие, бодрость духа и свою бильную помощь в шествии стезей спасения, призываю на всех вас Божие благословения. Кирилл, патриарх московский и сия Руси. Игумения Сергия, настоятельница Дивейского монастыря, поблагодарила митрополита Феогноста, митрополита Георгия и всех присутствующих архиереев за визит и совершенное праздничное богослужение. И преподнесла им заздравные просфоры и иконы с изображением преподобного Серафима Саровского и святого страстотерпца царя Николая II. В свою очередь митрополит Георгий попросил митрополита Феогноста передать святейшему патриарху благодарность за его попечение и заботу. Поздравил всех с Днём памяти преподобного Серафима. Владыка Георгий отметил, что Саровский чудотворец уже тогда предвидел, что мощами он будет пребывать не в Сарове, а в Дивеево, хотя многие в этом сомневались. Никто не знал, что вскоре наступит время лихолетия и церковная жизнь начнёт угасать, ослабевать. И Серафим предсказывал, что будет это время, но потом проповедовал о том, что будет и возрождение. И вот сегодня мы с вами свидетели, соработники и соучастники этого возрождения. Все присутствующие на литургии получили в дар иконки преподобного Серафима Саровского. В дни торжеств Серафимову обитель посетили более 12 тысяч человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова